Кирилл Рыбасов, это второе видео, второе видео про мои личные цели, бизнесовые цели, так называемый мой дневник, который собираюсь вести целый год. Если в прошлом видео я не понимал, для чего это мне нужно, то сейчас я, ну в точнении этой недели, я сформулировал цели и задачи от этого дневника и с вами ими поделюсь. Итак, это как само-коучинг или как наставник, то есть я, не дает мне расслабить булочки, то есть я знаю, что я даю какое-то обещание в этом видео, и мне их надо выполнять. Одно дело дать обещание самому себе и втихую его не исполнить, другое дело это сделать публично. Опять же, вдруг, не дай бог, еще кто-нибудь начнет что-нибудь там комментировать, задавать вопросы, это будет мотивировать меня более подробно что-то рассказывать и так далее, и так далее. Ну здесь я, конечно, хочу максимальной трушности добиться, ну такой максимально, в трусах, конечно, я не буду выступать перед вами, хотя сейчас я именно в них, не без трусов, но в трусах, но показывать им их не буду. Но опять же, то есть максимальной трушности, ну будут темы, которые я касаться не буду, они опять же там, или это про что-то нелегально, или про что-то очень семейное, что публике знать не надо. Но в остальных целях, в основных вещах я буду максимально таким трушным, настоящим, максимально открытым. Про что будем говорить? Ну, наверное, бизнес и технологии в первую очередь, потому что это больше вам всем интересно, там новые лайфхаки, новые фишки, новые такие вещи. Если будет получаться, я буду просто отдельные видео по этим темам записывать, что-то прямо я на рове такое, то, конечно, можно будет про них рассказать. Если нет, ну, будем пользоваться вот этим дневником. Да, в принципе, если это будет заходить, и интересно будет, и прямо вообще, ауф, там много людей будет смотреть, то, конечно, будем думать про тайм-коды, и вы просто нужную часть сами посмотрите. Итак, друзья, что у нас нового, интересного? Ну, конечно, в ближайшее время запуск кошелька Туннкоина, то есть, не Туннкоина, а запись кошелька от The Open Network, который будет доступен всем пользователям Телеграма, то есть, 700 миллионов пользователей Телеграма, блин, это же очень много, это три России, даже больше, им будет доступен Телеграм. Понятно, что там есть задвоение, у меня самого там пару каналов, у кого-то может быть пару каналов, кто-то завел, забыл, хотя через год он удаляется и так далее, но там даже если там 200-300 миллионов активных пользователей у Телеграма есть, это тоже очень хорошо, если там 10% людей начнет, 15% пользоваться потихонечку, полигонечку, там за 2-3 года раскачаются, начнут пользоваться этим кошельком, то это действительно очень круто, потому что так же это все будет развиваться, как и самим Телеграмом. Да, он крутой, да, он многомрачительный и сногсшибательный, но не все им пользуются, да, и не все знают, как он работает. Сейчас потихонечку, потихонечку это все будет развиваться. Что удалось узнать? Ну, во-первых, удалось узнать, что, как и предполагал, что, скорее всего, Дуров всем этим владеет, и они замутили такую тему, типа на них напали американцы, ай-ай-ой-ой, вы провели что-то нелегальное, мы вам сейчас как жахнем, и Дуров сказал, да-да-да, все, мы закрываем проект, и отдаем это типа в частные руки, и там майнинг, шмайнинг, и люди могли на майнинг себе эти первые пользователи, то есть переход права собственности от Дурова и компании к публичным такому переходу права собственности вроде как бы должен произойти через майнинг. Но как показывало исследование, то, и да не исследование, просто статистика, то первые тысячи человек принадлежит вся капитализация, то есть на сегодняшний момент они там публикуют от трех миллионов пользователей, что-то такое, или тридцати, я точно не помню, но, по-моему, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим, как же он тут, Тон Ньюс, что-то такое, Тон Комьюнити, они все время публикуют статистику, по-моему, 3 миллиона, они говорят, там аудитория наша выросла туда-сюда, была такая-то, стала такая-то, ежедневно, да, вот, всего лишь 3-600 миллионов пользователей этого кошелька, то есть из 700 миллионов, ну представьте себе, сколько сейчас, из 700 миллионов 3 пользы, то есть это даже там меньше 0,1%, ну приблизительно там 0,15% и так далее, то есть небольшое количество пользователей, то есть сейчас это сильно вырастит количество, то, конечно, будет мега forever, но опять же, то есть исследование первое первично показывает, что стат, то есть одной тысяче пользователей принадлежит почти весь объем, весь объем Тон Коинов, то есть они принадлежат очень ограниченному количеству кругу людей, а если там глубже копнуть, то там чуть ли не первым кошелькам, ну то есть понятно, что это Дуров, и это хорошо, все думают, что это недостаток, для меня это хорошо, пусть Дуров на этом заработает, пусть он умело будет использовать вот этот резерв как центральный банк, то есть если он правильно будет действовать, а он обучался в СПБГУ, в том же университете, что и я, я думаю, может быть кто-нибудь там ему правильно посоветует и так далее, и так далее, они будут правильно это все сделать, но скорее всего я вижу, что в ближайшее время Телеграм, наверное, не станет, Тон Коины не станут деньгами, почему, потому что их слишком мало выпущено, то есть на сегодняшний момент их там что-то 10 миллиардов выпущено, или 5 миллиардов, 5 миллиардов, по текущей капитализации в 2 доллара, это всего лишь 10 миллиардов долларов, для нас, для с вами, хватило бы заглажать за уши на всю жизнь, но по факту я думаю, что этот проект не на 10 миллиардов, а расчет, что он там будет пару триллиончиков стоить, то думаю, что конечно они нацелены на рост, на то, чтобы эта валюта будет расти, что к миллиардам будет подходить, поэтому как платежное средство оно скорее всего не будет использоваться, но по мере слишком большого спроса будет отгружаться, а может быть будет отгружаться на самых там высоких уровнях, то есть довести как можно быстрее на высокий уровень и потихонечку разгружаться именно там. В общем, это возможно, это тема для большого нашего видео про Тон и так далее, которое мы постараемся, может быть я постараюсь, я, мы, мы с вами постараемся записать и просмотреть в ближайшее время, но пока рассчитываем только на это видео. То есть опять же, то есть резюмируем, что Тонкоин, тема огонь, а Дура владеет большей частью, скорее всего, скрытая ли активно через постных лиц, либо просто у него тупо на мобильном телефоне эти все деньги ловешечки и так далее, и так далее, и так далее. И эта система, он будет кровно в ней заинтересован, он будет развивать максимально все это интегрировать. Главное, чтобы не жахнул Apple или там все остальные не удалили Telegram со своих телефонов. Это будет самый жесткий урон, самый большой риск, который есть на сегодняшний день. Android там можно замутить, а вот с Telegram уже будет с iOS будет сложнее. Так, последующая тема, это уже маркетинг, переходим к теме, на которой я сейчас концентрируюсь, что мы сейчас занимаемся. То есть у нас есть раскрутка Алексея Выголка, но давайте посмотрим на его канал, на его канал, то есть что у него здесь происходит. Так, давайте видео немножечко в сторонку уберем, чтобы оно нам не мешало. То есть, ну когда-нибудь как-нибудь сюда сдвинем, вот так вот экранчик. Да, то есть мы заходим на YouTube и смотрим, что там у Алексея у нас залетело в последнее время. Да, то есть если мы заходим в личный кабинет, смотрим аналитику, то по аналитике мы видим, что некоторые видео залетели. Последнее видео, давайте, за последние 48 часов не очень. Но опять же там мы не выкладывали, наверное. Сейчас вот так вот сделаем. Ну давайте, ладно, вернемся. Вернемся, попробуем не за 27 дней. Так, это что вообще за видео у нас выголка, да? Да. Давайте за последние 28 дней посмотрим, где она у нас. Тут подробнее, подробнее. Текущая статистика. Блин, куда она улетела у нас. Вот она вот здесь. Sorry, sorry, sorry. Ну просто в таком формате не очень удобно. Скомпонован, он чуть по-другому, какая выглядит. Ну давайте вот за 28 дней. Сейчас мы мой экран еще поменьше сделаем. За 28 дней статистика. И что у нас здесь получается? У нас получается, что есть видосы и по десяточку, которые залетели. И вот есть видео собаки просто за 2800. И есть про Израиль, но я пытался хайпануть на темы войны. Не особо получилось. Стрижка. 2700. Я секса хочу. Тоже 2500. Еще одна осень, просто видео залетело. Бокс, удар ногой и так далее, и так далее. На самом деле, пару видео еще было размещено в других каналах. И они там тоже по две, по три тысячи запилили. То есть с Алексеем продолжаем работать. Вроде как бы все нормально. То есть по факту у нас за все время, давайте посмотрим, за все время должен быть под 50 тысяч просмотров уже получилось. 33, 34 подписчика. Ну потихонечку идут. Просто сейчас думаем про стратегию, какой контент на самом деле нормально начать выкладывать, чтобы каждый ролик давал там 30-40 подписчиков. Да, а не там 3-4 подписчика. Было такое мнение, что маты не зашли. Да, был такой анекдот с несколькими матами в шорсах. Но потом случайным образом он был выложен в другом канале. И там он залетел. То есть на этом выложили ничего не было. Удалил его отсюда, выложил в другом. Причем как-то случайно получилось. И там он набрал 3000 с чем-то просмотров. И у меня появилось подозрение, что я начинал заливать это видео там. Увидел, что я неправильно сделал. Закрыл, перезашел в канал Алексея Выгалка. Выложил здесь. А система увидела, что он не выложенный там. Посчитал это как плагиадом. Здесь не закрутил. Когда я удалил, там выложил. И оно выстрелило. У меня вот такое объяснение, почему оно так не залетело. Здесь вообще там было 7 или 8 просмотров. Может быть даже моими. И так более-менее нормально, как обычно видео выстрелило там. Так, да. Собачки заходят. Выводы какие у нас. Это хорошо. Можно пробовать интервью записать какой-нибудь на 10 минут. Ну, посмотрим тоже. Так, осень я говорил. Машин на дорогах. Это говорил. Так, 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 да. Также у нас появился сейчас новый клиент, которым мы потихонечку будем заниматься. Человек работает в сфере недвижимости. Он строит дома. Ну, я еще только не понял, квартиры или загородные дома. По-моему, скорее всего, загородные дома строят. Делают ремонты. То есть, мы будем делать сайт. Будем делать лидогенерацию. Создали канал в Телеграме. Создали канал в Ютубе. Посмотрим, что там с Дзеном. Еще тоже, скорее всего, создадим. И потихонечку-потихонечку начнем делать, может быть, рекламу в Яндексе. И так далее, и так далее. Посмотрим, какие задачи. Пока вот придумали доменное имя. И потихонечку создали там корпоративную почту. В этом направлении двигаемся. Так, про это рассказал. Про технологии рассказал. Финансы, финансы, финансы. Да, рассказал. Новый клиент рассказал. Так, про Илюху. Про Илюхи у нас что на канале Илюхи? Ну, давайте посмотрим. А 5-секундное видео, где он моет руки, не зашло. Да, могу вам показать. Давайте быстро покажу. Так, Илья Рыбасов. Ну, у него уже 120 подписчиков. Илья Рыбасов. Нет, нет, там... Ну, Илья Рыбасов. Что случилось? Где Илья Рыбасов? Михаил Рыбасов. А Илья где Рыбасов? Илюша, где же ты? Что, удалили твой канал? Будет обидно. Так, ну, давайте. Ладно, тогда отсюда зайдем. С другой стороны зайдем. И здесь нету. Эй! А, ну, он у меня на канале сделан, да. Он сделан у меня на канале, как субканал. Это, кстати, тоже, наверное, не очень хорошо. А с другой стороны, может быть, и нормально. Так, сменяем. Вот он, он есть. Творческая студия. Давайте посмотрим. Вот он, это видео. 3,5 тысячи. Сейчас продолжает она фигачить, это видео. Давайте в реальном времени посмотрим. Вот он идет. Причем, видите, без названий. 25 октября. Выложил совсем по-другому, как хотелось. Но, тем не менее, оно фигачит. Так, детский смех. Ну, блин, здесь неудобно. Давайте байкеры. Илюха там машет байкером. Им тоже видео зашло. Давайте все-таки, ну, может так будем заходить, смотреть подробности. Чтобы всю статистику видеть. Не только конечные 48 часов, но и всю статистику про запуск. Вот, 6 тысяч просмотров просто Илюша байкером машет. Вот так можете зайти на канал посмотреть. Просто и эффективно. 6 тысяч просмотров, 7 тысяч подписчиков. Огонь, огонь. И такие видео создать, ну, если это все под рукой у вас, да, то есть, если байкер мимо проезжает, то его достаточно легко. Поверьте мне, жизнь показывает, что просто по городу пройдись и ты наснимаешь всякого разного контента. Вагон и маленькая тележка. Вот сегодня шли, там какой-то разлился, какой-то ремонт. Ремонт копали люди в земле, что там 5 или 7 человек накопали. Все вспенилось и похоже на капучино. Вот сейчас я размещу в ближайшее время. Ой, смотрите, разлилась большая бочка капучино на улице. Все, вот вам контент. И тоже, соответственно, подписчики. Так, опять же, детский смех. Вот Илюша шел просто и смеялся, наклонялся, смеялся. 2,5 тысячи просмотров, 6 подписчиков. Огонь, конечно, огонь. Понятно, что это такая постоянная работа, потому что подписчики не бесконечны, просмотры не бесконечны, все это останавливается и дальше нового контента не дают. Хотя иногда бывает, что и дается контент новый, подливается. Но, тем не менее, это достаточно простое. И здесь, если соблюсти пошаговые фишечки, ограничения, про которые я говорю, как запускать такие видео, то будет все нормально. Причем у меня, знаете, было такое решение, что опять алгоритмы сбились и в последнее время плохо начали видео заходить, которые у меня шаблонно заходили с лета, 3 месяца подряд. То сейчас такое ощущение, что последние недели-две опять они все начали заходить. И, видимо, что-то там обратно перестроили, и все стало на свое место. По Даниным, опять же, по Даниным каналам что-то я ему закидываю. Но пока, на самом деле, мы на паузе, потому что фактически надо делать контент-план и фигачить уже по нормальной схеме. Скорее всего, там, где мое лицо будет фигурировать, значит, эти все видео будут заходить. То есть, старался размещать там 90-95% видео, чтобы было с лицом Дани, а там где-то в конце мелькал я. И тогда видео будут заходить. Так, тема здоровья. Ну, ментальное здоровье, фишка с удалением телеграм-канала вообще бомбовски сработала. То есть, меня уже ничего не отвлекает. Новостные ресурсы, все это нафиг удлился. Это и околовоенная, военная новостная тема ушла, она не отвлекает и так далее. Да, я узнаю об этом, я там у кого-то спрашиваю, где-то читаю новости, но так, чтобы дергать меня, выдергивать меня, я не знаю, чем заниматься. Бах, новости, ау, взрывы там, все это смотреть, это ушло. Поэтому здесь немножко гораздо больше стало времени и гораздо лучше ощущения. Так, да. Телефон иногда бываю, беру в телефон. Инвестиции, там ничего, никаких движений нету, или рынок не начал работать. Вот так вот выбрасываю, потому что он мне не нужен. То есть, я взял его, потыкал по привычкам, мне не нужен, я его убрал. Да, больше читать надо, вот этот момент тоже. То есть, я книжки с собой везде ввожу, читаю потихонечку и так далее. Урывками там, ну, 20-30 страниц в неделю читаю. Иногда, может быть, побольше получается. Иногда там засядут, там несколько часов читаю. Надо больше. Надо, я думаю, что страниц 100-150 в неделю читать точно. Физическое здоровье. Ну, было там, взвешивался 92 килограмма, потом взвешивался 94, что-то, ну, так, вес скачет, предел 2 килограмм. Опять же, очень нервный стал, как только прям полностью убрал всю складку и так далее, в режим вошел, двухразовое питание, все ништяк. Опять начал засыпать без того, как поешь, рубит, вырубает и так далее и тому подобное. Но очень нервный стал. Здесь, конечно, надо думать про баланс. По крайней мере, мне, знаете, надо одной стратегии, может быть, 2 недели или 3 недели согнать там 5 килограмм дополнительно. Там, может быть, дойти до 87, до 86, по 85 килограмм. И потом стопорнуться, потому что, ну, кипиши, начинаю нервничать на детей и там, и так в машине и так далее и тому подобное. Короче, реально, видимо, тестостерон подлетает просто в космос. Так, дальше что у нас? Так, ненароком можно с кем-нибудь подраться. Этого бы не хотелось совсем. Да, что у нас дальше? У нас дальше, да, ну, и опять же, кофе без молока получилось, перешел, начал пить, все нормально. Ну, сегодня пару сладостей проскочило. Ну, в конечном итоге, я думаю, сейчас день рождения моего закончилось уже, я делал немножко скидку себе, мороженое поел и так далее. И там время тайминг сбил. Ну, потихонечку, полигонечку, я думаю, сейчас добьем последний день рождения, с дедушкой отметим день рождения мое. И уже дальше опять выйду на тропу войны. Технологии. Технологии. Научился классно подключать, в том числе для этого подкаста, микрофон. У меня сейчас компьютер получает звук от телефона, с телефона подключается по вот такому модному моему микрофончику и так далее. Надеюсь, сейчас звук не пропал. Короче, все круто, но достаточно технологично для запуска. Это недостаток. Кому нужно будет, потом расскажу. Оказывается, можно распечатывать через Pages, через заметки. То есть, если у вас есть, например, заметки, этот подкаст я прописал вот таким образом. И можно красиво вот здесь отправить, открыть в Pages, допустим, это аналог Word, кто не знает. Но на макбуках открывается. Хоп, хей. Это все в таком формате можно распечатать. Круто? Конечно, круто. То есть, это удобно, стильно и современно. Далее. Также можно делать центр управления через Free From. Да. То есть, у нас еще есть такая фишка. То есть, у нас, допустим, у меня есть центр управления. Я тут там дневник успеха, маркетинговый, такие задачи пишу. То есть, я через заметки это работаю. Но не всегда заметки удобно по всем задачам. Из-за цели, например, на день поставить. Для этого используются задачи на день в продвижении. И иногда нужно майндмэп рисовать проекты. Это мне помогает в этом Free From. И вот ссылка на Free From. Можно прямо отсюда перелететь. И здесь обратно ссылка работает так же. Ну вот тут слетело, потому что у меня синхронизация не работает. Но вообще она работает, потому что я немножко еще тоже все свои заметки синхронизировал. То есть, у меня была синхронизация только по всем моим устройствам, на котором одна учетная запись Apple ID. Но иногда у меня телефон в руке Dash, он бывает. Там еще что-то там. Дани на iPad. Я в конечном итоге сделал синхронизацию по всем нашим устройствам. И поэтому сейчас эти заметки отвалились. Но фактически их легко можно будет взять. Ну давайте при вас сейчас это сделаю. То есть, вот у меня центр управления есть. Я в центр управления. Я так же, по-моему, вот так это делается. Да, Free From. Я так открываю. Он мне просит, что куда, в тон. Новая доска. Ну давайте в новую доску сделаем. Центр управления. Давайте сделаем центр управления. Ну как-нибудь так назовем этот. Так, два. Давайте. Центр управления два. Хотя вот он был уже, центр управления. Ну давайте недавние. Вот просто центр управления сделаем. Такой. И сохранить. Хаджимей. Вот он куда-то эту вкладочку сохранил. А, вот она эта ссылка. Вот она в виде ссылки. Неправильно она сработала. Ладно. В общем, смысл такой, что они синхронизируются. То есть, я могу... Давайте я сейчас еще раз попробую. То есть, ты это либо открываешь, либо вот так вот это делаешь в виде ссылки, либо просто ссылку туда вставляешь и все. А, вот он, вон, 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 эту тему прописал. Это отсюда удаляется как-то, по-моему, что-то такое. Выберите доску. И вот таким образом оно должно произойти. Ну-ка, давайте сейчас в Free From заходим. Куда-то он должен ее был скопировать. Если скопировал. Нет, по крайней мере, не вижу ее. Это не работает. Да, это не работает. Ну, окей, ладно. Ну, тогда придется добить уже. Ну, что же. Что же делать, друзья? Придется добить. Тогда я делаю здесь. Делаю это... Мне надо ссылку взять на эту штуку. Я буду сейчас расшаривать. Сейчас я вспомню, как расшаривать мне. Лучше через что? Через почту. Где мне получить ссылку на эту штуку? Новую тему дублировать в открытном окне. Так, сейчас еще раз. Значит, может вот тут. Так, курсоры. Просто это совместная ссылка? Может быть, она как-то по-другому работает? Управлять общей заметкой. Ну-ка. Управлять общей заметкой. Скопировать ссылку. Ну, вот мы скопировали ссылку, зашли сюда и, допустим, здесь вставляем. Получилось у нас. Да, и вот она наконец-таки у нас получилась. То есть ссылка, которую, нажимая на которую, она перекидывает меня обратно на эту. То есть все это можно удалить. И я, допустим, могу здесь составить такой мейдмэп из моих ссылок на обратную. То есть я могу управлять процессом и отсюда. Например, с FreeFrom я нажал, хоп, она перекинула мне сюда в мои заметки или какую нужную заметку, в список заметок, в нужную заметку. То есть приложение от Apple синхронизируется. Это отлично. Так, поехали дальше. Центр управления я рассказал. Ну, да, надо, конечно, если говорить про личную эффективность, одна из фишек, надо попробовать, конечно, блокернуть, а система такая есть, все новости, которые у меня есть. То есть лишний раз по умолчанию ты бах-бах, нечего делать, в новости не залазил. Чтобы если тебе нечего делать, возьми книжку, почитай. Но пока по-малому, да, сейчас по-малому пойдем. Без фанатизма, потихонечку-потихонечку будем закручивать гайки, но не все сразу. Оставим немножко новостные темы, потому что я все-таки торгую на бирже, не без новостей, но прям совсем нельзя. Но можно. Нельзя, но можно. Так, да, про это я сказал. Давайте про детей, что там такое у нас. Лайфхак при управлении взаимоотношениями с детьми. Илюха, пластилин, вот этот, знаете, который быстро засыхает, такой пластилин, я не знаю, как он даже называется, легкий воздушный пластилин, быстро засыхает. Засунул себе волосы, волосы, все, они никак не отодрать. Жена подбегает с ножницей, говорит, давай будем рубить, отрезать. Я говорю, стопэ. Я же помню, что этот пластилин легко с водой, когда смешивался, начинал превращаться в жижу и так далее. Пошли под воду, все отлично. Водой смывается, растворился и Илюха, как новенький. По игрушкам продолжаю придумывать систему. То есть, мне не нравится, что я покупаю очень дорогие им Hot Wheels, а они в конечном итоге ни жена, ни мама, ни дети, никто, кроме меня, не понимает, что им не надо их в кучу собирать и вот так вот трясти или бросать и так далее. Они от этого портятся, обтирают, становятся не такими красивыми, как изначально. Поэтому я сейчас, как контейнеры, в фикс-прайсе нашел, там по 6 такие контейнеры продаются, 6 делений, 2 яруса. То есть, получается, 12 машин помещается, но эти ярусы можно друг с другом скреплять. То есть, в принципе, можно устраивать такие-таки большие башни и попробовать с помощью них. Ну, Илюха приколол, сегодня увидел эту башню, а открой, открой, открой. В итоге мне, конечно, пришлось открывать все это и играть. Но, опять же, я думаю, что можно вот такую башеньку-кучку брать, куда-нибудь прятать и потом через какую-то неделю-две доставать. Даня заболел, опять же, с соплями и так далее. Не ходит на бокс, но на паркур мы ходим, потому что на паркуре у него там нет такого близкого контакта с другими детьми, с преподавателями. Ну, и сегодня я там ходил на персональную тренировку и так далее. Тренер почти в километре от него стоял. Но на бокс не пошел, но и на боксе гораздо тяжелее. Тренировка там физически он может не вывести. Сам тоже я по семейным обстоятельствам целую неделю, день рождения взяли, еще что-то, еще что. Целую неделю боксом не занимался. В Ставрополе огонь была погода. Вообще там до 27 градусов доходило. И я вспомнил, что мы летом получили плохую погоду. То есть в июне был плохой, не было солнца. Все говорили, ну, значит, осень будет хорошая. Вот осень мы получаем кайфово. И в сентябре я замерял между Питером и Москвой градусы, между Ставрополью, ну, там небольшая была какая-то, ну, не катастрофично, 3-4 градуса. Разница там, дождь, не дождь тоже не было. Облачная, солнечная и так далее. То сейчас разница между Питером, Москвой и Ставрополем 20-25 градусов бывает. Вот разница юг и не юг. Ну, опять же, это может нам повезло и так далее. Так, дальше что, 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 что? Туманов пока не было. Вот только вчера, сегодня, вчера и сегодня дождь пошел, осенняя такая погода. А до этого крутая была осень, потому что все листья, которые опадали, все сухие, все летает. Вау, приколдайся. Короче, круто получилось. Октябрь, можно сказать, мы пережили. Хотя, я не знаю, октябрь в списке летних месяцев считается или нет. Ну, давайте посчитаем. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Ну, наверное, да. Наверное, октябрь мы еще будем считать достаточно теплым. А вот ноябрь уже холодным. И апрель тоже мы будем считать холодным с таким признаком. То есть, у нас в Ставрополе получается 6 месяцев более-менее тепло. 5 месяцев тепло, ладно. Два переграничных месяца туда-сюда. Апрель, ноябрь еще без фанатизма. А дальше, ну, 5 месяцев холодрыгий будет. Ну, относительно солнца, не так, как в Питере. Слушал про сознание-мозг. Одна из мыслей, что наш мозг больше, чем наше сознание. То есть, мое внутреннее я – это всего лишь часть моего мозга. Потому что куча процессов, которые появляются без меня. Какие-то внутренние подсознания и прочее, прочее, прочее. То есть, тоже очень интересная тема. Буду стараться в этой теме еще разбираться, слушать и так далее, и так далее. Тоже наш преподаватель из нашего университета. Я все пытаюсь, Черниговская, я все пытаюсь вспомнить. Надо у одногруппника спросить, а вела ли она у нас лекция? У меня такое ощущение, что я ее знаю, на нее смотрю, она прям, ну... Либо потому, что она стиль преподавания, как университет. Либо я ее давно уже смотрю, но мне так ощущается, как родная. Как будто она у нас вела. Ну, я точно мне ничего не сдавал. Вроде как бы, а может и сдавал. Надо, короче, у одногруппников спросить. Что-то прям я совсем... Ну, я должен был запомнить тогда, если бы она у нас вела. Должен запомнить, не могло быть такого. Вот, да, и там еще такая фишка, что у нас там миллиарды нейронов в голове. Но фишка, что еще эти нейроны один может создавать там до 100 тысяч связей. То есть, миллиард на 100 тысяч, там бесконечные цифры начинают появляться. То есть, мозг, конечно, гениальное устройство. Мысль, опять же, какая VPN под выборы могут жахнуть. Ну, вот недавно происходило, наверное, учение. Я помню, что все VPN-ы слегли. Мы не могли там в инсту очень долго зайти. Сейчас бизнес, один из бизнесов сильно продолжает завязан быть на инсту. То есть, может жахнуть, мама не горюй. Поэтому, если у вас примерно такие же ситуации, пробуйте, думайте, внедряйте схемы, как перевести трафик в Телеграм. Потому что Телеграм, скорее всего, под выбор будет более-менее существовать. Потому что очень много пророссийских, провластных структур хорошо имеют представление в Телеграм. И там не модерируется. В Ютьюбе все модерируется, никаких видео нет и так далее. Там полный трэш, как посмотришь и так далее. То есть, скорее всего, я думаю, что под выборы либо жахнут Ютьюб окончательно, либо его могут там прессануть на какое-то время, либо прессануть плюс VPN. И мы там без таких особых каналов, которые там засирают мозги, проскочим при выборной кампании. А там дальше могут отключить, не могут отключить. Но бизнес его могут слечь на 2-3 месяца. А может, если всем понравится, то и до бесконечности. И потом Ютьюб будут смотреть только люди, которые находятся вне России. Ютьюб, ваши каналы Ютьюб и Инстаграм тоже. Опять же, тему Рутьюба я развиваю. 5 тысяч просмотров. С прошлого видео у меня были задачи подать заявку на монетизацию. Я подал. Все хорошо, все замечательно. Но там пара документов может не хватать. Скорее всего, могут меня послать. А может, не послать. Потому что у них в правилах написано, а ты сделай, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. И тогда получишь монетизацию. А в поддержку пишешь, они говорят, ну, вот это первый, второго достаточно, третьего не даст. Типа, мы не обратим внимание. Может, и здесь проскочим. Ну, короче, они слишком жесткую придумали для монетизации, слишком много документов, которые им по факту не нужны. А мне, чтобы их собрать, это геморрой. Может, я проскочу. И так далее. Например, надо выписку из ЕГРП индивального предпринимателя. Это о том, что и принимать существует. Да сейчас все онлайн, вся эта информация там, только удалилась компания. Все это можно смотреть. Но если вы хотите проверить, посмотреть, зайдите и посмотрите, существует ИП или нет. Они мне говорят, ну, нужен такой документ. Я онлайн захожу, просто ИНН свой ввожу, и этот документ вылетает, выписка из ЕГРП единого реестра, регистрация, индивидуальный предприниматель. Все, короче, Рутюб, конечно, еще надо им подкачать и убрать лишние этапы. И опять же, там реквизиты, шмиквизиты. Ну, когда надо будет выплату платить, ну и просите эти банковские реквизиты, это все остальное. Вот как я там с таймвебом работаю, когда надо мне вывести, я им предоставляю, куда вывести. В тот момент, когда я решаю вывести, а не когда там что-то мне на счет зачисляется. Сначала дайте мне монетизацию. Пусть я с каждого видео уже начну получать виртуальные деньги за просмотр. Это будет меня мотивировать дальше делать видео-видео. И в том числе и денежка будет капать хотя бы виртуально. А до вывода там еще может быть год или полгода еще времени. Да, все, про Рутюб, для того, что закрыть его могут, я это сказал. То есть оттуда надо стараться перетягивать клиентов. План на следующей неделе убрать дубли в центре управления задачами. Да, вот он, видите, то есть дневник успеха у меня есть, но там они дублируются. То есть дневник успеха есть старый, есть новый. Короче, надо все эти дубли убрать. Проработать глубже тему создания своей управляющей компании. А, я же не рассказал вам про новую фишку, которую я узнал. Новая фишка заключается в том, что я создал свою криптовалюту. Гамдули, амдули, дум-бум-бум, мультифинанс коин. Можете там в сторисах у меня посмотреть, я это публиковал. Один миллион мультифинанс коинов. Тема мега, отдельное видео, поэтому нужно сделать. Есть планы, сразу появились, как и управляющую компанию под это все создать. В общем, через блокчейн, как фонд инвестирующий в недвижимость на Бали создать. Кстати, напишите мне, если вам интересна такая фишка. Если вы хотите инвестировать в виллу в конкретный проект, конкретная земля, конкретный дом с одной виллой, или может быть с 10 апартаментами и так далее. От конкретного проверенного моих друзей, моего друга-застройщика. И под эту тему вложить не сразу все купить и построить, как обычная стандартная работа. Например, на тысячу частей поделить, и вы там купите 3, на 300 долларов в этот проект вложите, на 500, на 1000 и так далее. И все это технологически реализовывается через блокчейн. То есть, вы получаете свою монету или часть этого проекта. То есть, под этот проект выпускается, допустим, 1000 монет специальных, которые имеют свою стоимость. То есть, если через год вы ее захотите нам обратно продать, мы вам выдадим не 100 долларов, а 120 долларов и так далее. Короче, такой проект, такая мысль. Очень даже интересно. Думаю, дальше проработать. Надеюсь, это будет интересный проект. Прочитать подробнее по тему создания своих токенов. Какие риски. То есть, надо посмотреть, может быть, там есть какие-то мутки с этим покопать. То есть, именно инфраструктурные. Что там с переводами сегодня? То есть, себе я вчера переводил, все нормально переводил. Другу отправил, он сказал, хау, могло не дойти. Не знаю, надо проверять, может быть, и дойдет. А-а-а-а, ёк-макарек, понял, что он мне отправил свой счет в Телеграм. Телеграм, а не в Спейс, он не создал свой кошелек в Спейсе. Телеграм Тон Спейс. О, вот это может быть, конечно. Ну, скорее всего, может быть, деньги обратно вернутся. Записать видео по... Да, написать мне цель, какое видео по Телеграму, по вот этим всем приколдесам, надо записать до выхода вот этого кошелька. Он выходит 31-го, ну, значит, на 30-31-го надо все это выложить, чтобы людям станет интересно, они полезут. Завтра новости, Дуров, скорее всего, это все объявят завтра, послезавтра и так далее. То есть, под это надо будет, конечно, контентик запилить. Все, друзья, получилось очень большое, очень много. Думаю, что, наверное, в следующий раз будет поменьше, но не менее интересно. Меня зовут Кирилл Рыбаса, всем счастливо. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, у меня есть свой Телеграм. Туда подписывайтесь. Короче, вообще делайте все по красоте. Мистер Бумалоба. Пока.